Вам, братья и сёстры, нам предстоит помолиться Господу. И перед этим мы выслушаем слово, которое я прочитаю. Пор пропел, последний куплет был такой. «Научи Господь на коленях так стоять, чтобы побеждать». Размышляли мы над тем, что победа совершается на коленях, в молитве. Именно такую победу одержал и Господь. Если мысленно мы туда перенесёмся, в Гефсиманию, в Гефсиманский сад, начинался этот гимн в Аристепеле. Победа совершалась на коленях в молитве. Это было жестокое сражение. И там, если честными быть, где мы проигрываем, мы можем вспомнить, это было всегда там, когда мы не молились. То есть, не соединялись с нашим Господом в молитве, не искали Его помощи, не искали Его поддержки, Его защиты. Текст, который я прочитаю, один всего стих, ну и к которому позже будет добавляться. Послание к евреям, апостол Павел в третьей главе, первый стих, так обращается к уверовавшим тогда, а сегодня обращается к нам. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Это были верующие, они уверовали от проповеди апостольской и, кажется, чего еще больше, они же уверовали во Христа. Но я хотел бы обратить вот наше внимание на это слово, которое здесь апостол употребляет, слово «уразумейте». Знаете, часто в Библии встречается это слово «уразумение», «разумное». Мудрость. Отсюда производные слова. Вот, например, один текст, пожалуйста. Мы входим с вами в эпоху, братья и сестры, историческую эпоху. А это ведь последний период, да, церкви. В Откровении отмечено, что это последний период церкви. Не грусть должна наполнять нас и наши сердца, а что? Когда вы увидите все сбывающимся, восклоните головы ваши, то есть не наклоните, имеется смысл. Ибо приближается ваше избавление. Но мы видим, окружающий мир этот готовится к определенным событиям, тяжким событиям и испытаниям, равно как и церковь готовится. Последняя глава книги Даниила, посмотрите, 12 глава. Вот что здесь сказано. Почему я сказал, часто встречается, но самый яркий хотел бы оставить нам в нашем сердце и памяти. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. И вот апостол обращается нам, помимо веры в Господа нашего Иисуса Христа, еще надо уразуметь. Что это значит? Я посмотрел слово уразуметь. Это значит, в словаре отмечено, постигнуть, понять, принять со смыслом, рассудительно, духовно усвоить лично себе. Слышите? Духовно усвоить лично себе. То есть, он обращается к церкви и говорит, братья святые. Я бы сказал, вот это первое, что мы должны уразуметь. Речь не идет о каком абстрактном сообществе. Ведь церковь Христова отделяется, она особенное явление в этом мире. Много различных обществ в этом мире. И люди в этих обществах находят общение определенное, интересы своеобразные. Но церковь эта отдельная стоит, потому что она создана самим Господом. Все остальные образования и общество, человеческие образования, а это Божие создание, церковь. Она состоит из братьев и сестер. Это первое, что мы должны уразуметь. Сегодня люди мечутся туда и сюда, не могут найти себе места и покоя. Не могут по сердцу себе найти. Знаете почему? Они не уразумели, что такое церковь. Братья и сестры, церковь – это не абсолютное, безупречное явление. Или общество, как я уже сказал. Она состоит из людей, которые имеют немощи и которые имеют недостатки. Церковь – это строющееся здание, дорогие мои. Вы замечали, когда строится здание? Вот здесь сегодня очень много строится в нашем городе различных зданий. Да? Жилых помещений. Вы знаете, трудно подойти. Вот на нашей улице, когда я еду, там уже вот было вчера, смотрю, все это было. Там не шагнуть и не перешагнуть. Сегодня все убрали. Травку послали. Асфальт. Драйвей. Чистенько все, аккуратненько. К открытию готовится это здание. Вот точно так и Господь готовит церковь свою. Это, дорогие, первое, что мы должны уразуметь. Потому что, если мы будем искать себе совершенного общества, мы его не найдем. Но он здесь говорит, братья святые. Ну, мы так думаем, что и раз святые, значит, святые. Дорогие мои, это статус наш. В этом же послании апостол Павел пишет, посмотрите, это 10 стих, 10 глава, легко запомнить. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Мы называемся святыми, потому что мы приняли жертву Господа нашего Иисуса Христа верою. Святые – это те, которые отделенные. Само слово «святые» в значении означает отделенные от этого мира. Сегодня люди могут чем угодно заниматься. Смотрю, сосед вышел травку косить, я не осуждаю. И так дальше. Может быть, я с внуками ехал, говорю, смотри. Да, а мне внук один говорит, говорит, а может, говорит, уже сходил в собрание. Может быть, да. Может и такое быть. Но, друзья, понимаете, общество занято чем угодно. Мы сегодня святые, потому что мы вышли из этого мира. И мы должны это разуметь. Люди пытаются этот мир преобразить, улучшить этот мир. Но наша задача и у Господа задача – не улучшить этот мир. Внимание, друзья. Бог, Отец, поставил над этим миром крест. Мы с вами на тонущем корабле. Я вас поздравляю. И все живущие в этом мире – это пассажиры этого тонущего корабля. И наша задача – спасать из этого мира. Это равносильно, что тонущий корабль решить подкрасить как-то, еще подремонтировать. Он тонет. И необходимо срочно спасательное средство. И мы подойдем к этому. Вот о чем идет речь. Поэтому он нас называет святыми. И мы должны соответствовать своему статусу. Дома ли я? Я должен помнить, что я святой. И это будет мне помогать. Уразуметь я должен это. В общении с людьми, с соседями, на работе, в магазин ли я пришел. Я должен помнить, что я святой. Это очень важно. Вот апостол и пишет, вадимый духом святым. Он говорит, братья святые. Это и сестрам относится. Это к церкви относится. Разумеете. Наш статус. И один из апостолов так и написал, что нам не только надо называться, но быть. Почему? Потому что Бог, Отец наш, свят. Это очень важно. Теперь посмотрите, что он еще говорит. Участники в небесном звании. Друзья, мы думали об этом? Вообще мы забываем или мы помним это? Это тоже нужно уразуметь, что мы с вами участники в небесном звании. Что это такое? Вот когда человек принимает Иисуса верою, имя Его записывается у Господа в книге жизни. Есть книга жизни на небесах. В последний день эти книги о делах наших и дела наши тоже самое пишутся там. Но есть книга жизни, где все спасенные записаны в этой книге. Я не выдумываю. Сами свидетели, кто читает Библию, это в Слове Божием сказано. И иная книга раскрыта, которая книга жизни. Последняя глава, вы читаете откровение. И что там было? Очень важно задать себе вопрос. Я записан в книге жизни. Есть такой псалом, да? Я записан в книге жизни вечной и святой. Вечной и святой. Хор, кажется, его пел. Это важно уразуметь то же самое. Вы понимаете, на какую высоту Господь поднимает? Мы в рутине земной ходим по этой земле, про все это забываем. Но Писание нас поднимает, открывает нам эту важную истину. Участники в небесном звании. Вы знаете, что ангелы желают в это проникнуть. Ну как это так? Грешники, которые отпадшие, погибшие в этом мире, вдруг удостоились чести быть на небесах, записанной у Господа, в книге жизни. Благодаря, апостол теперь пишет, благодаря посланнику. Уразумейте посланника. Посланник, знаете, я посмотрел, греческое слово посланник, апостол. Первый апостол – это наш Господь Иисус Христос. Бог Отец послал посланника, сына своего, на эту землю. Вот мы собрались вокруг вечери, чтобы все будем об этом говорить и вспоминать. Почему мы должны уразуметь посланника? Он совершил то, что никто не мог. Этот погибший род человеческий, он совершил искупление и спасение наше. Слава Господу! Слава нашему Искупителю! Какой бы грешник был в этом мире, и если он верою прикоснется к его ранам, верою, примет его искупление, его жертву, он прощен. Вот в чем задача посланника. Он послан был на землю совершить дело искупления. Опять же, послание к евреям. Посмотрите, первая глава, третий стих. Все об этом апостол пишет. Третий стих, посмотрите, первая глава евреям. «Сей, будучи сияние славы, вот кто он, и образ ипостаси его, держав все словом силы своей». Одним словом все держит. На чем держится земля? Вообще, вселенная эта словом его держится. Представьте. «Совершив собою очищение грехов наших, моих грехов, Михаил, ваших грехов, воссел одеснуя престола величия на высоте, вознесен до третьего неба, и воссел одеснуя отца. Дело искупления совершилось. Теперь остается дело за людьми, дело за нами. Для этого проповедуется Евангелие, чтобы каждый, я и ты, имел шанс, я сказал, мы на тонущем корабле, спасательное это средство для себя принять. Господа Иисуса. Он наше спасение. Он – ковчег спасения. Принять его верою. Как важно это, друзья. Если вы это сделали, благодарите Бога. Вы спасены. Вот Он совершил собою очищение грехов наших. Это все Господь. Вот этого посланника мы должны уразуметь, хорошо усвоить. Знаете, тогда встречал людей по служению, сомнения приходят. Прощен я или нет? Спасен я или нет? Не об этом думайте. Думайте о том, кто это совершил для нас. В том любовь, пишет апостол этот же в своем другом послании, что не мы возлюбили Бога, Он возлюбил нас и отдал Сына Своего. Это уже совершено. Это да и аминь. Оно совершилось. И от нас только зависит, что мы принимаем открытым сердцем. И следующее, друзья. Не буду много об этом говорить. Можно продолжать и говорить. Весь Новый Завет и все послания просто пропитаны этим. И мы это не просто уверовать, мы уразуметь это должны. Непоколебимо. И мы еще должны уразуметь первосвященника исповедания наше. Не наше исповедание, братья и сестры. Слышите? А первосвященника нашего исповедания. Чтобы не колебались. Вот многие тексты Писания как раз об этом говорят. И апостол здесь предупреждает. Разные тексты. Вот я открываю, читаю. Шестая глава, одиннадцатый стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Это очень важно. Это очень важно для нас. А в чем разница? Посланник – это для Бога. А первосвященник – это для нас. Он не только совершил все, что нужно было от Отца исполнить. И теперь Он сидит, одеснуя Отца, и размышляет, и думает, и смотрит на нас. Я уверен, Он смотрит на нас сейчас. И Он, главное, знает мысли наши каждого в отдельности. Вот чем мы здесь или мы где-то? Понимаете? Это мы тоже должны уразуметь. Вы знаете, молодости, молодежь, дети, пожалуйста, сюда внимание. Когда я понял, что от Бога спрятаться никуда нельзя, убежать нельзя, ничего утаить невозможно, мне легче стало жить. Слышите? Почему? А хитрить не надо. Перед Ним надо быть открытым, как есть. И все. Он как раз занимается нами и нашими проблемами. Это его новый статус – первосвященник. Первосвященник для нас – это ходатай. Вот что он делает. Знаете, в этой стране можно… Брат один мне хвалился. А я, говорит, себе адвоката просто… Не просто нанял, я ему приплачиваю. Вот так, договор заключил. Пожизненно сколько. И он там… Случился кар-эксидент. Кто? Я не разбираюсь. Мой адвокат. Меня штрафовали. Мой адвокат. Иншуринс, мой адвокат там… Заболел я что-то… Медикал. Мой адвокат решает все мои, говорит, вопросы. Братья и сестры, первосвященник наш решает все наши вопросы. Слышите? Все наши вопросы. Посмотрите, что во второй главе здесь сказано. 17 стих. Это уже послание, вторая глава. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Для умилостивления за грехи народа. Мы отмечали, что мы несовершенные. Кто вступает, вступается за нас, когда мы падаем, когда в искушение мы пали. А следующий стих, посмотрите, 18 стих. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Иногда мы забываем. То он этим занимается, помогать искушаемым. Потому что сам через все это прошел. Если ты переносишь какие-то искушения и не знаешь в борьбе, уже устал, обращайся к нему. Он знает выход. Он знает, как помочь искушаемым. Друзья, и это не только это. Это все от него. Если 4 главу, посмотрите, откроем. Это все о нем. Мы должны уразуметь этого первосвященника. Смотрите. Итак, 4 глава, 14 стих прочтем. Давайте пару стихов здесь. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Мы грехами нашими Господа не удивим. Главное – прийти к нему открытым сердцем. Вот так, как есть. Господи, я не выдержал экзамен. Я согрешил. Мне приходит на память другой апостол. Посмотрите, апостол Иоанн. Вот он что записал. Вторая глава первого послания. «Дети, Моисея, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Ну да, это наше стремление. Новая природа, которую нам Господь дал, возрожденная, она старается снова в эту грязь, в эту пакость, вот стараться от этого порока подальше держаться. Но иногда мы должны признаться, опять же, по нашей плотяности, потому что мы не так близко с Ним имеем общение, часто пропускаем, как вначале отметили, пребывать на коленях в молитве. И согрешаем. И дальше. А Дух томится, да, что сделать? Идти к Нему, читаем, да. «Дети себе пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем...» Что? «Ходатая». «Ходатая» – это адвокат. Это первосвященник. Первосвященника долг был представлять проблемы, нужды людей. За них ходататствовать, за них молиться и за них совершать жертвоприношение. Вот чем он сегодня занят. То мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. И когда открытым сердцем к Нему приходим, Бог Отец очень благоволит, прощает. Видишь? Сокрушенное сердце. Сердце сокрушенного и смиренного. Что там дальше? Ты не презришь, Боже. Слышите? Не-не-не, уже сколько можно? Братья и сестры, мы должны уразуметь первосвященника и ходатая нашего, и тогда, когда мы плодов не приносим никаких, не только когда согрешаем. Помните притчу Иисуса? Да? Как садовник умолял, но эта смоковница вообще никакого плода. И первый год, и второй год нет плода. А у Него есть что сказать. Я еще потружусь, я еще что-то сделаю. Мы не разумеем, может быть, и не думаем, сколько раз Он нас пред Отцом Небесным выручал. Когда совершенно суета, пустота, бесплодная жизнь. Не здесь, не здесь, толком ничего. Любви к Богу толком нет. А Он, как первосвященник, ходатайствует за нас. Вот то, что, размышляя и читая Слово Божие, Господь положил на сердце поделиться с церковью. Дорогие мои, будем молиться, чтобы глубже, больше уразуметь. Когда мы это уразумеем, Он нам станет дороже. Он станет нам роднее. Он станет нам ближе. Он любезнее нам станет. Он станет нам единственным сокровищем. Наш Господь Иисус Христос, Который приходил сюда, чтобы Тебя и меня вызвать из этого мира, спасти. И вот мы собрались вокруг вечери Господней, чтобы снова вспомнить и уразуметь, какой ценой досталось Господу нашему этот наш святости статус, и то, что мы записаны, и наши имена на небесах, и то, что мы до сих пор вот такие, как есть, все это Его милость и благость. Давайте мы преклонимся пред Ним и откроем наши сердца в молитве, прославим Его и поблагодарим. А если нужно, попросим прощения у нашего Господа милосердного. Аминь. 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 Продолжение следует...